Я приветствую всех. Мы начинаем нашу очередную лекцию, которая будет посвящена, пожалуй, самому сложному вопросу, с которым можно столкнуться при использовании нашего аппаратно-программного комплекса «Ведопульс». Это модуль «Недано». Сложного имеется в виду с точки зрения специалистов, которые работают в области аюрведической медицины в первую очередь. И пока еще буквально минутку мы собираемся. Должен сказать для тех, кто эту лекцию слушает, подключился к этому циклу лекций впервые. То, что до этого у нас была лекция по анализу вата-субдож. То есть мы в прошлой лекции разговаривали с вами о пяти видах ваю вата, пытаясь провести физиологический эквивалент этим понятиям современной в работе с «Ведопульсом» в том числе. И вот сегодня фактически мы должны полностью посвятить наши три часа разбору полетов с пятью видами огня или пито-субдоши. Лекция непростая, сразу настроитесь. Она, пожалуй, самая серьезная из всей трилогии трех семинаров. Поскольку сегодня мы будем касаться много академических вопросов. Но по-другому нам разобраться с тем, а что из себя представляет пито-субдоши, будет невозможно. То есть главная наша задача – это провести физиологический эквивалент. Понятно, что в некотором смысле мы будем что-то упрощать, но формируя физиологический вектор, определенный обобщенный взгляд, вам проще будет интерпретировать этот показатель, если вы с ним сталкивались при работе с нашим аппаратно-программным комплексом. Так, и еще несколько слов о том, что у нас планируется еще одна моя лекция. В этом месяце удалось две лекции поставить по временным рамкам. Лекция, на мой взгляд, уникальная, потому что впервые мы попытаемся сопоставить то, что сопоставить практически невозможно. Речь идет о философии традиционной китайской медицины и философии Санхи, которая лежит в основе аюрведической медицины. И первая такая попытка сопоставления, она будет связана с сопоставлением конституциональных типов. 30 апреля я прочту лекцию, которая будет посвящена сопоставлению двух конституциональных типов. Это энергодефицит, так как оно трактуется в лидической практике и так называемого конституционального типа, связанного с пустотой энергии ЦИ. В этой лекции мы разберем вопросы, связанные с подходами к диагностике, к терапии этого состояния. Так, ну что, после небольшого технического введения приступим непосредственно к лекции. Итак, как я уже сказал, существует 5 видов огня или субдоши. Почему мы об этом говорим? Потому что, когда мы оцениваем ВИКРИТИ, то есть приобретенную конституцию на уровне МАХА-ДОЖ, то есть профиля ВПК, ВАТА, ПИТА, КАВХА, это дает такую базовую общую информацию, но недостаточную для детализации терапии. Кстати, напишите, пожалуйста, в общем чате плюсиками те, кто имеет медицинское образование, и минусиками те, кто не имеет, чтобы я сразу с терминологической базой для себя определился, вот насколько в терминах академической медицины стоит лекцию читать. Так вот, если говорить о субдошах как вообще, мы говорим, что это подсистемы физиологической регуляции. То есть определенные подсистемы, входящие в большую систему, которую мы назовем криптадоша, и каждая из которых выполняет свою локальную функцию, и выполнение этой функции делает общий вклад в формирование конституции на уровне ВИКРИТИ. Если говорить о том, как диагностируется в традиционной аюрведической пульсовой диагностике субдоши вообще и питодоши в частности, то я предлагаю небольшой мастер-класс сейчас провести. Поставьте, обхватите запястье левой руки вашей правой рукой, поставьте указательный средний безымянный палец на лучевую артерию, таким образом, чтобы подушечки ваших пальцев слегка ощущали легкий толчок, то есть такая поверхностная пальпация на самом первом уровне. А затем попытайтесь нажатием пальцев рук сделать погружение на лучевой артерии примерно на два уровня, то есть легким погружением вниз, не передавливая. Передавливание это будет седьмой уровень. Таким образом, попытайтесь на уровне интуитивного восприятия, субъективного ощущения от момента легкого появления пульсового толчка до момента полного передавливания лучевой артерии разделить семь составляющих уровней пульса и где-то остановиться на третьем уровне. Вот если вам это удастся, то фактически, согласно всем юридическим канонам и современным книгам, которые трактуют, в первую очередь мы опираемся на школу доктора Васан-Флада, читается, что именно на этом уровне пульсовой диагностики вы можете оценить состояние субдош. Сразу скажу, что с первого раза, если вы сейчас только поставили пальцы, конечно, вам будет очень сложно и нужна постоянная практика. И вообще, если работаете с нашим прибором, было бы очень замечательно, если бы параллельно вы учились и пульпаторной пульсовой диагностике. В своих лекциях я постоянно на это буду обращать ваше внимание. Так вот, находясь на третьем уровне, у совершенно здорового человека в норме пульсовых толчков, в принципе, быть не должно. Вы просто будете щупать некое общее напряжение сосудистой стенки, не определяя отдельных изолированных пульсовых толчков ни под средним, ни под указательным, ни под безымянным пальцем. Вот в этом случае, согласно теории пульсовой диагностики, считается, что субдоши находятся в оптимальном функциональном состоянии. Было бы очень любопытным, если бы вы, научившись пальпаторно оценивать субдоши, пальпаторно значит с помощью пальпации, в медицине слово пальпация – это прощупывание. Так вот, путем прощупывания, пальпации пульса сопоставляли это с результатами, которые получаются при анализе введа пульса. Многие юридические специалисты на Западе, нам приходится с ними работать, они именно таким образом и работают. Так вот, чтобы определить субдоши, связанные именно с питадоши, нам с вами нужен средний палец. Поменяя прошлую лекцию субдоши, ватадоши мы определяли указательным пальцем на третьем уровне. Субдоши на уровне питадоши мы будем определять на третьем уровне с помощью среднего пальца. И вот на этом слайде вы видите, стрелочкой показан ток крови, то есть от сердца к кисти. И подушечка пальца, она разделена на пять сегментов, фактически соответствующих пяти субдошам. Нужно научиться дифференцировать пульсовой толчок не просто под средним пальцем, а развить свой стереогнозис, то есть способность к пространственному развлечению тактильных ощущений, это называется стереогнозис, таким образом, чтобы суметь, допустим, различить пульсовой толчок на уровне садха капиты и алача капиты, или на уровне, например, храджа капиты и ранжа капиты. Я прошу прощения за слайд, он такой не очень качественный, но в целом, по этому слайду мы должны понять, что пять субдош пита-доши называются следующим образом. Первая субдоша не с точки зрения появления пульсового толчка, а с точки зрения ее веса, ее вклада в расстройство пита-доши, это будет пачака-пита. Вот точно так же, как на прошлой лекции я говорил о том, что если есть расстройство вата-доши, то неизбежно смотрите на ситуацию, связанную с апана-ватой, и если апана-вата выходит, то она неизбежно, очень сильно, больше всех изменяет вата-дошу, то точно так же пачака-пита – это субдоша, которая в большей степени приводит к дисбалансу пита-доши, если она выходит из равновесия. Пальпаторна пачака-пита определяется дистантнее всего, то есть в конце пробега пульсовой волны по среднему пальцу руки. Вообще с биофизической точки зрения пока крайне сложно математически, создавая какую-то гидродинамическую модель движения пульсовой волны, понять, каким образом пульсовой толчок может проявляться вот в разных точках пространства, если мы ставим средний палец. Но это факт, этот факт существует уже тысячелетия, и он приносит плоды тем, кто умеет проводить пульсовую диагностику. Итак, начнем разбор как раз с той субдоши, которая в большей степени влияет на состояние маха-питадоши, то есть в целом. Пачака-пита – это субдоша, которая, если переводить ее буквально с санскрита, означает указание на того, кто переваривает. Это огонь, который готовит и переваривает поступающий поток нутриентов, который попадает в желудочно-кишечную трубку. И иногда его даже называют, один из переводов санскрита звучит как повар. Пачака-пита – это повар. И если обращаться к канонам, то они указывают на то, что пачака-пита действительно переваривает пищу. Это тот огонь. Те процессы, которые происходят в определенных этажах желудочно-кишечной трубки, не по всей ее длине, а вполне конкретном, локальном, это место мы сейчас определим. И этот огонь, и мы должны еще понять, что вкладывается в физиологическое понятие огонь. Это ведь не буквально там огонь горит. Что мы будем иметь физиологическим эквивалентом этого понятия? Без которого процесс трансформации пищи на составные компоненты, белки, жиры, углеводы, фактически невозможен. Значит, невозможно получать прану из пищи, энергию из пищи, для того, чтобы поддерживать наши плотные тела, физическое эфирное тело. Дальше каноны указывают на то, что пачака-пита располагается в большей степени в тонком кишечнике. Я бы даже еще уточнил, с учетом современных воззрений на процесс пищеварения в тонком кишечнике, что пачака-пита локализуется в проксимальных сегментах тонкого кишечника. Слово «проксимальный» означает в начальных отделах тонкого кишечника. Вспоминая, что тонкий кишечник у нас состоит из трех отделов, это 12-перстные, тощие подвздошные кишки, к максимальному сегменту можно отнести всю 12-перстную кишку, которая расстояние составляет, вот если 12 пальцев, если бы у нас на руках было 12 пальцев, и мы их вместе сложили, получается 12 перст, перстень, да, вот у каждого длительность 12-перстной кишки, оно составляет его 12 пальцев. Такое название оно и получило. И небольшое начало следующих отделов тонкого кишечника. Вот здесь и происходит вся та мистерия, которая связана с функцией пача-капита в первую очередь. Но, как мы выясним с вами позже, пача-капита это не только огонь, который переваривает пищу, но и это огонь, который управляет пищеварительной силой. И в этом случае этот огонь управляет пищеварительной силой не только на уровне кишечника, но и на уровне желудка. Вспоминайте, что высокое состояние питы очень часто ассоциируется с гиперацидностью, ацидум-кислота гипервысокая, то есть с повышенной кислотностью в желудке. Разберемся как. Но на этом функции пача-капита не останавливаются, не заканчиваются. И помимо того, что это огонь, который переваривает пищу, он располагается в конкретном отделе морфологически, анатомически, который можно выделить. И он управляет этим огнем. к функции пача-капиты также относится и процесс, связанный с последующим усвоением этой пищи при ее разделении, как говорят каноны, если буквально переводить, на суть, то есть то, что мы всасываем, и дальше это формирует расатхату, и отходы или мало, которые дальше выводятся. Вот основные позиции по функциям пача-капиты, как они трактуются, исходя из первоисточника. Теперь давайте попытаемся связать вышесказанное с современными представлениями. И что значит огонь, который трансформирует пищу, то, конечно же, в первую очередь речь идет о секретах, которые выделяются в полость двенадцатиперстной кишки и в полость желудка, и эти секреты должны содержать вещества, которые фактически должны эту пищу разлагать на составляющие элементы. Речь идет безусловно о ферментах. О ферментах и о более сложных биологических жидкостях, потому что желудочный сок это не только ферменты, мы с вами будем говорить и желчь, в принципе ферментов нет, но без желчи просто невозможен процесс переваривания жиров. То есть это и другие компоненты, которые необходимы. Вообще, если говорить о тех соках, которые на этом участке желудочно-кишечной трубки выделяются и связаны с процессом регуляции с позиции аюрведы с пачакопитой, это в первую очередь я бы на первое место поставил панкреатический сок, желчь, затем желудочный сок и затем кишечный сок, то есть это сок, который выделяется секрет, который выделяется непосредственно слизистой самого кишечника. но мы с вами говорили, что это и управляющий огонь, то есть огонь, который контролирует процесс пищеварения, а значит этот огонь должен связан с физиологической точки зрения с какими-то системами регуляции и питтодоша в большей степени она привязана к гормональным процессам регуляции в нашем организме, если речь идет о висцеральных функциях, о пищеварении, это как раз относится к висцеральной функции, и если мы говорим конкретно о пищеварении, то в нашем организме существует мощнейшая система эндокринной регуляции. Вот сейчас скажу тезис, прям если вы записываете за мной, его возьмите в красный квадрат с несколькими восклицательными знаками. Практически любое заболевание со стороны желудочно-кишечного тракта это эндокринное расстройство. С точки зрения современной физиологии, если рассмотреть патогенез, то есть процесс развития этой болезни, мы так или иначе столкнемся с нарушением эндокринной регуляции конкретной функции. И сегодня нам об этом тоже нужно поговорить. Дело в том, что на этом уровне тонкого кишечника существует система гормонов, которая у специалистов получила название гастро-интестинальная эндокринная система. Слово гастро- означает желудок, значит для себя галочку какие-то гормоны будут выделяться в желудке. Интестинальная с анатомическим интестином это тонкий кишечник, то есть гормоны, которые выделяются тонким кишечником. Ну, эндокринно она и понятна. Это гормоны, которые относятся вообще к системе эндокринной регуляции. Слово APUT в скобочках, которое здесь стоит, это аббревиатура с способа образования некоторых из этих гормонов методом декарбоксилирования, когда амин пекасар аптейк декарбоксилейшн, то есть это сложная система, когда эндокринные клетки захватывают предшественники, по которым строят гормоны, а затем внутри этой клетки их образуют и выделяют. Так вот, если говорить о тонком кишечнике, если говорить конкретно о 12-перстной кишке, то физиологи с точки зрения эндокринной регуляции процесса пищеварения 12-перстную кишку называют гипофизом желудочно-кишечного тракта. ни больше, ни меньше, представляете, гипофиза. Гипофиз, вы знаете, это мозговой предаток, который выделяет очень большой спектр эндокринных молекул, которые управляют, ну, пожалуй, всем, что есть в нашем организме. Так вот, такое сравнение с гипофизом не случайно. Дело в том, что если взять и в остром эксперименте у лабораторного животного удалить 12-перстную кишку, то через некоторое время возникнет состояние кахексии, то есть полного истощения и животное погибнет. Вы знаете, что при удалении желудка люди живут, при удалении части толстого кишечника люди живут, при удалении 12-перстной кишки невозможна жизнь, потому что это гипофиз, который дирижирует, это дирижер всей эндокринной регуляции. Там очень большое количество гормонов, безусловно, эта лекция не предрасполагает к подробному анализу всех гормонов. Я выбрал несколько из них, это гастрин, и само название говорит о том, что он будет продуцироваться в желудке. Это секретин, выясним, на какие процессы он влияет. Это холецистокинин, и еще один очень интересный гормон, мы его в свете недавно полученной Нобелевской премии по физиологии поговорим, это гормон соматостатин. Но все эти гормоны мы будем рассматривать под прицелом пача-капитты, понимая, что пача-капитты это система, которая фактически регулирует процессом пищеварения через эти гормоны. Начнем мы с желудка. Перед вами классическое строение желудка, где выделяются определенные секреторно-слизистые зоны. Сейчас я включу курсор. Это первая кардиальная зона, мы сейчас кратенько по функциям пробежим, нам это важно понимать. это кардиальная часть, это собственно тело желудка и отдельно пилорическая часть, или антральная зона, которая примыкает непосредственно к 12-перстному кишну и желудок ограничивается двумя сфинкерами. Это пищеводный сфинкер, который препятствует рефлексу пищу пищевод. Если это происходит, возникает очень тяжелое страдание рефлексная болезнь, которая приносит очень много страданий пациентам. И это пилорический сфинкер, где тоже могут быть определенные проблемы, в основном связанные со стенозом. То есть это отверстие сужается и пища, проходя через стенозированное суженное отверстие, вызывает очень большой диспансерин, дискомфорт в виде тяжести, тянущей боли после того, как человек поел, примерно локализующийся около кубка. Если ваши пациенты предъявляют такую жалобу в комплексной дифференциальной диагностике, вам нужно в том числе подумать об этом. Так вот, все эти состояния, патологические, о которых я сказал, они связаны с высокой почакопитой и с высокой питой в целом и приводят как уже морфологический итог пятая-шестая стадия развития заболевания с дисбалансом души. Что делает кардиальная, зона кардиальных желез? Фактически там расположена слизистая пробка, которая, когда пища попадает из пищевода, окутывает этот кусок пищи таким образом, что он полностью оказывается заключенным, такой слизистый мешочек. Это идеальный вариант, когда пища поступает небольшими прожеванными кусочками. И таким образом желудок защищается от механических повреждений, которые могут быть связаны в результате процесса травмирования слизистой желудка. Фундальный отдел желудка сюда входит несколько зон, это дно, тело, малая кривизна. И вот главная роль в образовании желудочного сока принадлежит именно фундальному отделу. Фундос это дно как бы главный отдел дно желудка. Дело в том, что сейчас я вернусь к рисунку. Вот у нас с вами фундальный отдел. Вот он фундальный отдел. Вот это называется большая кривизна, а вот это называется малая кривизна. Вот в малой кривизне расположен мозг желудка. Здесь очень большое количество нейронов, большое скопление. и пища, когда она продвигается из пищевода, она, как правило, по слизистым дорожкам, в первую очередь, связанную с малой кривизной. И вот этот участок, это основной участок, где идет процесс образования язм. Наиболее часто излюбленное место локализации язм желудка. Малая кривизна желудка. И вот во всем этом отделе располагаются уникальные клеточки, мы о них скажем, которые регулируются почакопитой через гормональные нервные механизмы, и они выделяют желудочный сок. О составе желудочного сока мы тоже поговорим. И антральная или пилорическая зона, то есть та зона, которая, где желудок заканчивается, и она примыкает к 12-перстной кишке. Здесь расположено большое количество слизистых клеток, так их назовем, которые продуцируют большое количество слизи, и если мы посмотрим на желудок, свернемся снова к этому слайду, то между антральной частью и дном есть переходный промежуток. Очень часто желудок здесь имеет такой функциональный сфинтер, то есть он сокращается за счет кольцевой мускулатуры, и его антральный отдел от основной фундальной части отсоединяется как два независимых компартмента. Дело в том, что в фундальной части PH, то есть кислотность очень высокая, а в пилорической части PH, кислотность снижена, и это достигается за счет как раз того, что здесь большое количество слизи секретирующих клеток. Это очень важно, потому что если кислые содержимые желудка затем дальше попадет в 12-перстную кишку, процесс переваривания такого пищевого комка будет очень затруднен. И в антральной части этот пищевой комок после того, как он был пропитан соляной кислотой выше в желудке, снова пропитывается слизью, содержащей большое количество бикарбонатов, и эта соляная кислота должна нейтрализоваться. Но помимо этой задачи у антральной зоны желудка еще есть очень важная часть, она связана с тем, что это главная эндокринная зона желудка. Именно здесь расположены очень важные клетки, мы их называем G-клеточки, G-клетки, которые при гистологических исследованиях окрашиваются серебро-содержащими красителями, поэтому их называют аргентофильные еще клетки. И это клетки, которые продуцируют ряд гормонов G-клетки гастрин от слова гаструм желудок, а аргентофильные это серотонин. Серотонин это важный медиатор в регуляции моторики кишечника и желудка. А вот гастрин это важный гормон, который участвует в регуляции соковыделения, желудочного соковыделения. Давайте посмотрим на строение слизистой желудка. Обратите внимание, вот перед нами желудок и со всеми его отделами мы взяли небольшой кусочек из дна желудка слизистой и вот она похожа на такую булыжную мостовую, если смотреть с помощью эзофага скопии в эндоскоп, то такая красная розовая правильно красиво симметрично булыжниками без дефектов. Слизистая очень большая, посмотрите ее высота, затем идет подслизистый слой. Язва образуется тогда, когда дефект слизистой достигает подслизистого слова. Если дефект слизистой достигает только участка слизистой, это называется эрозия. Она очень хорошо, быстро эпитализируется и восстанавливается. Ну, например, съели таблетку парацетамола, потому что у вас болела голова, неизбежно образуется небольшое количество эрозии, но они очень быстро эпитализируются. Язва же это уже дефект на уровне подслизистого слоя. Так вот, мы возьмем маленький участок слизистого слоя и увеличим. У нас получится так называемая обобщенно железа тела желудка, которая состоит из разных клеточек. Вот здесь они окрашены. Вот мы выделили эти клеточки. Посмотрите, помимо эпителиальной клетки, которая защищает желудок от соляной кислоты, здесь есть много других клеточек, в том числе и эндокринных около основания этой железы. Вот мы видим эндокринные клеточки. Но нас будут с вами интересовать вот эти две клетки. Это обкладочная клетка и главная клетка. Обкладочная клетка нас будет интересовать, потому что она продуцирует соляную кислоту, а главная клетка будет интересовать нас, потому что она продуцирует еще один важный компонент желудочного сока, ферменты, которые участвуют в процессах переваривания белка. На этом этапе начинается процесс переваривания белков и их последующая утилизация. Это ПЕПСИ. Что касается обкладочных клеток, то эти клетки похожи на трансформеров. Так я обычно своим студентам об этом говорил. Что это значит? Это значит, что в спокойном состоянии внутри этой клетки есть такие канальцы, их называют тубло визикулы. Вот, видите, такие пространства внутри строения клетки. Это ядро клетки, это ее оболочка. Внутри разные органеллы, которые участвуют в механизмах синтеза соляной кислоты. Так вот, в тот момент, когда начинается процесс пищеварения, в течение нескольких минут происходит фактически перестройка строения этой клетки и в ней появляются вот эти крипты, дополнительные канальцы, которые резко увеличивают поверхность соприкосновения. И вот в этих криптах появляется самый главный компонент, участвующий в процессе секреции соляной кислоты, это так называемый насос, который физиологи называют калийпротонная помпа. Вот эта калийпротонная помпа фактически является конечной мишенью процессов регуляции со стороны всех механизмов, контролирующих кислотность желудочного сока, а соответственно и со стороны пачака питы, которые контролируют процессы пищеварения на уровне желудка. механизмы секреции соляной кислоты очень сложные. Вот этот слайд я привел, добегитесь по нему. Суть заключается в том, что на сегодняшний момент выявляется так называемая трехрецепторная модель, то есть вот эта обкладочная клетка, она испытывает влияние со стороны трех основных регулирующих молекул, которые собственно говоря и определяют выраженность секреции соляной кислоты, а значит дисбаланс на уровне этого механизма запускает те процессы, которые мы в конечном итоге назовем гастрит с повышенной секрецией или гастрит с недостаточной секрецией. Более того, на сегодняшний момент все фармакологические препараты, которые влияют на кислотность, так или иначе своей мишенью имеет именно эту клетку. Но неизбежно чуть ниже мы будем говорить о растительных средствах, влияющих на поча купитую, если мы будем говорить, что на уровне желудка нужно успокоить поча купитую, то есть определенные растительные препараты с ситовирья, то есть холодной энергетикой, и они в большей степени всегда относятся к горечам, которые очень эффективно способны на уровне этого механизма также встраиваться в комплексный процесс реабилитации этих пациентов. Перед вами вот эта самая клеточка обкладочная и три канала информационных, посредством которого происходит регуляция. Это один канал связанный с гастрином, и мы уже этот гормон с вами выделяли. Гормон гастрин выделяется самим желудком в ответ на поступление пищи в желудок, как мы выясним, затем распространяется стоком крови и достигает этих обкладочных клеток и стимулирует их к образованию соляной кислоты. Но помимо этого в процессах регуляции участвуют еще два компонента. Это нервная регуляция и в большей степени роль нервной регуляции секреции желудочного сока принадлежит ацетилхолину и парасимпатической нервной системе. Поэтому врачи знают, что при язвенной болезни желудка есть операция, которая называется селективная проксимальная ваготомия. То есть, когда хирург берет и просто на желудке обрезает стволики вагуса, это парасимпатический нерв, который подходит к желудку и нервирует его. После этого кислотность в желудке очень резко снижается. Но эту операцию делали раньше, сейчас от нее отказались, потому что обрезая стволики вагуса, мы приводим к тому, что желудок превращается в мешок, который очень слабо сокращается моторикой, и пища очень долго залеживается в желудке. Сейчас, конечно, язвенная болезнь во всем мире, если там нет ее осложнений, она лечится исключительно терапевтическим путем. Методами аюрведическими традиционно китайской медицины язвенная болезнь в незапущенных вариантах лечится достаточно успешно. И третий участник этого процесса регуляции это гормон, который называется гистамин. Этот гормон фактически, пожалуй, вот из всей троицы является главным регулятором секреции соляной кислоты, а значит кислотности, потому что и ацетилхолин, и гастрин помимо прямого влияния в большей степени обосредует свое влияние через клеточки, которые физиологи назвали тучные клетки. Тучные, потому что внутри цитоплазма этих клеток как будто тучи расположены. Это гранулы, содержащие гистамин, поэтому их назвали тучные клетки. При своей активации ацетилхолином и гастрином эти тучные клетки секретируют гистамин, и гистамин в очень сильной степени стимулирует продукцию соляной кислоты. Желудочный сок. Желудочный сок это вообще уникальный секрет, который в сутки у каждого человека в среднем, при среднем телосложении выделяется около двух литров. Причем два литра жидкости такие, которые по своим свойствам похожи на очень сильную органическую кислоту. Вот смотрели фильм «Чужой» про космический корабль, где там были вот эти монстры, у которых слюна фактически была кислотой и она прожигала обслойку космического корабля. Вот мы с вами содержим очень мощный инструмент, если соляную кислоту, если желудочный сок достать, то он может расплавить, если не металл, то во всяком случае много чего. Вопрос возникает конечно в том, каким образом желудок способен предохранить себя, но об этом мы поговорим с вами в третьей части нашей трилогии, когда будем обсуждать капха-доши и конкретно клядака капху. Изучим механизмы, которые с ней связаны. Сейчас просто для себя отметим, что 2,5 литра концентрированной кислоты, конечно же, если есть дисбаланс, то там и сжога, и язва, и все что угодно может образовываться. Поэтому механизмы регуляции со стороны поча-капита или их эквивалент с физиологической точки зрения очень важны. Если говорить о желудочном соке, то всегда в двух полюсах мы будем разбирать любой секрет, потому что мы сказали, что поча-капита, а мы ассоциируем ее с этими физиологическими механизмами, это и есть огонь пищеварения на уровне желудка в данном случае. Мы должны с одной стороны понимать, что это те компоненты, которые непосредственно переваривают пищу, и те моменты, которые регулируют этот процесс. Так вот, состав желудочного сока, помимо соляной кислоты, без которой мы бы не смогли усваивать белки. То есть ее роль настолько фундаментальна, она не только защищает нас от того, что на желудок это в том числе входные ворота всего того, что у нас через рот проникает внутрь, и нужно защищаться, потому что мы килограммами бактерий вместе с пищей поедаем, грибка и бактерии и вирусов, и нам нужно защищать свой организм. Но ее главная роль с точки зрения процесса пищеварения заключается в том, что она денатурирует белки. Денатурация это процесс, который похож на то, когда если яйцо варить, то белок жидкий, он превращается в твердую форму и теряется между белками связи. Процесс денатурации это расщепление так называемых десульфидных связей, и это состояние белковой молекулы очень подвержено последующему ферментативному воздействию. Что касается ферментов, то в желудочном соке выделяется большое количество ферментов, пепсины, гастрексины, которые работают на разном уровне PH, то есть разном уровне кислотности в зависимости от той пищи, которую мы едим. Допустим, если мы едим больше растительную пищу, то PH в среднем находится на уровне 3,2-3,5. Если мы едим больше животную пищу, то PH очень высокая, потому что, чтобы растворить животный белок, нужно потратить большое количество энергии, и в этих процессах участвуют пепсины другой группы, которые работают на другом уровне PH. Так вот, если мы говорим о пача, как огне, которые переваривают пищу на уровне желудка, речь идет именно о ферментах, входящих в состав желудочного сока, пепсины, гастрексины, и гормонах, которые мы перечислили выше, гастрин, гистамин, которые регулируют эти процессы. Давайте подытожим. Процесс нарушения секреции в желудке связан с избыточной секрецией, либо с недостаточной секрецией. эндокринные расстройства с аюрведической точки зрения связанные с дисбалансом пача-капиты, где вовлечен главный игрок это гастрин. Гастрин как эндокринный гормон, который выделяется G-клетками антрального отдела. Сейчас я надеюсь эти понятия вам уже обсудили их чуть выше. И его основная задача это контролировать через другой гормон гистамин, через посредство этого посредника процесс образования соляной кислоты в составе желудочного сока. Вот как глубоко мы с вами забрались с точки зрения интерпретации физиологических эквивалентов понятия пача-капиты на уровне желудка. Гистамин в комплексном лечении язвенной болезни желудка в том числе используют фармакологические препараты, которые являются определенными аналогами антиаллергических препаратов, потому что они действуют на те же системы, которые активируются и при аллергии, систему, связанную с гистамином. Гистамин его называют еще паракринным, то есть внутри, непосредственно там, в ткани желудка главным регулятором процесса регуляции. И как мы уже выяснили, именно через стимуляцию гистамина происходит весь процесс регуляции. И еще один гормон это соматостатин, о нем мы пока ничего совершенно не говорили. Соматостатин секретируется тоже в антральном отделе, то есть в том отделе желудка, который примыкает к 12-перстной кишке, секретируется он дельта-клетками и его основная роль заключается в том, что он является системой противовеса, то есть оппозиции это оппозитный гормон, который действует противоположно действию гастрина и гистамина, а именно он тормозит и подавляет секрецию гастрина и его избыточную активность, то есть внутри процесса регуляции желудочной секреции существует система противовесов, которая фактически определяет баланс эффективности секреции через выделение вот этих двух полугормонов гастрин и соматостатин и вот есть очень интересный факт, он заключается в том, что несколько лет назад Нобелевскую премию, вы знаете, по физиологии дали австралийскому и забыл из какой страны еще одному ученому за то, что они связали наличие обсеменения слизистой желудка бактериями Helicobacter Pilari с патогенезом, то есть с развитием язвенной болезни желудка и фактически сказали о том, что язва развивается именно благодаря паразитированию этих бактерий. На сегодняшний момент это достаточно спорный тезис и можно сказать о том, что язвенная болезнь, безусловно, некоторые виды язвенной болезни ассоциированы с наличием этих бактерий, потому что они паразитируют в слизистой слое и при своей жизнедеятельности они выделяют аммиак. Аммиак он разъедает слизистую и таким образом одоляет ее для действия соляной кислоты желудочного сока и естественно способствует в том числе. Но очень много людей заражены Helicobacter пилори у них нет язвы. В то же время есть язвенная болезнь, где пытаются высеять Helicobacter пилори а она не высеивается, а язва есть. Поэтому можно смотреть на наличие Helicobacter пилори с одной стороны понятно есть механизм, который утяжеляет течение язвенной болезни, но скорее всего это ассоциированное состояние, но никак не причина, потому что причина она связана в первую очередь может быть с процессами эндокринной нервной регуляции. И вот один из этих процессов он очень четко нащупывается. Дело в том, что чем больше таких бактерий будет в желудке, тем меньше количество вот этих самых дельта клеток, которые продуцируют соматостатин и тормозят секрецию гастрина. А значит система противовесов смещается в сторону более высокой концентрации гастрина, а дальше логика такова, что это приведет к гиперсекреции желудочного сока и повышению кислотности, гипероцидность. Вот очень интересный факт. Этот же самый процесс может запускаться благодаря нарушению нервной регуляции и так называемым психосоматическим процессом, когда переживания или определенные отрицательные эмоции, эмоции агрессии, подавленной агрессии, неманифицированной, запускает этот процесс и приводит к язвообразованию. Мы, да, можем давать ДНО, который как антибиотик убивает эти хеликобактер, приводя кучу побочных эффектов, но Айурведа говорит о том, что нужно обязательно затрагивать и более тонкие причины, которые приводят к дисбалансу почака-питы, то есть процессу регуляции, а значит коррепция этого состояния может в целом оздоравливать ситуацию. Так, давайте вот на этом слайде буквально еще одну минутку мы остановимся и сделаем небольшой перерыв. Подытожим все вышесказанное. Когда пища поступает в желудок, идет стимуляция выброса эндокринового гормона гастрина. Этот гормон разносится кровью и действует на клеточки, выделяющие соляную кислоту и главные клеточки, которые выделяют ферменты пепсины. Существует система противовесов внутри клетки, вкладочная клетка выделяет соляную кислоту. Существует система противовесов. Когда процесс пищеварения заканчивается или если он избыточный, то есть гормоны, которые выделяются дельта-клетками, самата статин, и он предупреждает избыточное выделение гастрина, чтобы не возникло язвообразование в том числе. Вот процесс регуляции огня пищеварения на уровне желудка, с которым связана пача-капит. Поэтому когда вы говорите о пача-капите и говорите о желудке, вы должны там в уме с точки зрения клинической логики, механизмов понимать, что свой анализ ситуации нужно проводить на этом уровне. Давайте сделаем 5-минутный перерыв, обновим наши чашки с чаем и продолжим нашу лекцию. Продолжаем. И я сознательно акцентировал внимание на процессах происходящих пача-капите, поскольку это основная субдоша, которая выводит питодошу из равновесия. Давайте посмотрим на этот слайд. Для вас это несколько формул. Обязательно модуль недана субдоша надо ассоциировать и анализировать в сочетании с модулем меридиан или пульсорганов, как мы это называем. Если вы видите сочетание дисбаланса в субдоши и в меридиане, который может быть с ним связан, то основная логика должна быть предпочтение должно быть отдана все-таки каналу, который связан с внутренним управляющим синдромом или с внутренним органом. Третий канал в данном случае с желудком. И если одновременно выходят из равновесия пача-капита и увидят изменения по каналу желудка, это однозначно нарушение желудочной секреции, вот то, о чем мы с вами сказали. Вопрос заключается в том, какой характер этого нарушения. Его можно оценить по двух точках. Это гипер, связанные с гиперпродукцией и гипо, связанные с гиперпродукцией. Так вот, высокая пачака с напряжением в третьем канале может говорить о как раз том, что гипероцидность, большое количество продукции соляной кислоты, гипермного ацидум, кислота, связана именно с состоянием, которое называется гипергастриномией. Гипермного гастрин, гормон, который мы с вами разобрали, эмия, кровь. То есть, как правило, и мы уже с вами сказали, многие нарушения с избыточной кислотностью связаны с тем, что много продуцируется этого гормона, и эта система выходит из-под контроля. Это может быть связано в том числе с избыточным тонусом парасимпатической нервной системы, так называемый психосоматоз по парасимпатическому типу. Это может быть связано в том числе с активностью клеток, которые продуцируют гистамин, либо связано с снижением количества дельта клеток, которые продуцируют саматастатин. Но в целом мы говорим о том, что такое сочетание как правило клинически сопровождается высокой очаги со снижением в канале, то в большей степени это признаки, которые указывают на гипооцитность, то есть на недостаточную кислотность в желудке. А это другая крайность, которая приводит к тому, что процессы белкового обмена, связанные с усвоением, с перевариванием и усвоением белков, будут страдать, а значит будут страдать и многие другие пластические процессы в нашем организме. Но бывают сочетания более сложные, когда может быть высокая почака с низким или низкая почака с высоким. Это конечно уже детали, которые в том числе нужно дополнять клиническими обследованиями. То есть анамнез пациента, он должен вам говорить, какие субъективные ощущения у него есть, потому что если есть гиперооцитность, он очень четко вам скажет, что доктор, вы знаете изжога, что бы я не съел, или периодически. Гипооцитность она будет сочетаться с тяжестью в желудке. То есть я поем, вроде даже поперчил. Как правило, люди, у которых гипооцитность, у них склонность к тому, что они очень много острых специй используют, таким образом пытаясь поднять уровень огня пищеварения. Это уже косвенно может указывать на наличие склонности гипооцитности. Доктор еще ложку аджики съел после тарелки суха, а тяжесть в желудке. Тяжесть в желудке, как правило, клинически субъективно сочетается с состоянием гипооцитности. Поэтому эти переходные моменты, это более сложные сочетания, на которых мы просто сейчас будем спекулировать, потому что вы понимаете, в данном случае мы все оцениваем на системном уровне, и прямо сказать однозначно вот это так, а вот это так, будет достаточно опрометчиво, потому что мы выявляем общий тренд. И если говорить о физиологическом эквиваленте пачака-пита на уровне желудка и закончить с этим, то пачаку-питу здесь можно разделить на два компонента. Это регулирующий компонент, который связан с гормонами, которые участвуют в процессе регуляции, а также с нервными влияниями локальной ваготонии, и эфирентным компонентом, то есть то, что составляет непосредственно огонь, посредством которого пища переваривается. Это желудочный сок с входящими соляной кислотой и желудочными фиксинами. Сейчас мы переходим к 12-перстной кишке и попытаемся проанализировать, что из себя представляет пачака-пита на уровне 12-перстной кишки. Здесь тоже могут быть язвы 12-перстной кишки, дуденит эрозии, связанная с высокой питой, высокой початой, да и в принципе нарушение пищеварения связанное с секрецией биологических жидкостей секретов, таких как желчь, и все, что связано с гепатобилиарной системой, хотя это притягивает другие субдоши, и панкреатическую секрецию в аспекте панкреатитах. Перед вами картинка, которая показывает механизмы регуляции секреции поджелудочной железы. Поджелудочная железа здесь обозначена зеленым цветом, вы видите, она имеет головку, тело, хвост, головка и тело, это те участки поджелудочной железы, которые продуцируют ферменты. Хвост это эндокринный орган, он продуцирует большое количество гормонов, самое известное среди них это инсулин. Так вот, когда пища поступает по 12-перстной кишке, она как бы так огибает головку, то в определенной точке 12-перстной кишки от поджелудочной железы подходит проток, который выбрасывает секрет, и пища, которая поступает из желудки, затем обрабатывается секретом, который выделяется поджелудочной железой. Когда мы говорили с вами опача-капитки, на первое место я поставил секрет, связанный с поджелудочной именно железой, потому что очень часто процесс определенных клубок, очень сложный, который потом может привести даже к язву, болезни желудка, он может запускаться вот с этого места. Мы часто об этом поговорим. Так вот, на этом уровне процесса регуляции секреции поджелудочной железы участвуют два гормона. Это гормон секретин, это гормон холецистокинин. Секретин вот здесь показан желтеньким и холецистокинин. Гормон секретин это гормон, который стимулирует образование в поджелудочной железе в протоках, в секреторных клетках гидрокарбонатов, то есть воды и бикарбонатов. И фактически бикарбонаты входят в состав соды, сода хорошо нейтрализует кислоту и секретин это гормон, который выделяется в ответ на кислую пищу, которая поступает из желудка, чтобы нейтрализовать кислое содержимое, то есть вот эту кислотность, ацидность, огонь. Потому что гормоны, ферменты вернее, которые выделяются поджелудочной железой, это ферменты, которые не умеют работать при низком PH, то есть при сильной кислотности. Они просто выключаются и не работают. И никакого процесса пищеварения здесь идти не будет. Чтобы PH поднять, сделать ее слабо щелочной, гормон секретин побуждает поджелудочную железу выделять большое количество бикарбонатов и воды и разжижает этот химус, нейтрализуя. И в том числе в составе выбрасываются ферменты. А вот ферменты стимулирует другой гормон холецистокинин, его еще называют панкреозимин. Зимин, зимоген, это фермент панкрео, имеющий отношение к поджелудочной железе. Таким образом, эти два гормона способствуют тому, чтобы панкреатический секрет, содержащий ферменты, в наибольшей степени включился в процесс пищеварения на уровне 12-ти перстной кишки. Если здесь этот процесс оказывается в силу каких-то причин несостоятельным, то кислый химус начинает избыточно действовать на стенки тонкого кишечника, вызывать эрозию, дуденит и другие процессы. Здесь будет еще играть роль другой секрет, но о нем мы поговорим позже, это речь идет о желчи, пока поговорим о панкреатическом секрете или о соке поджелудочной железы. Посмотрите, его тоже выделяется в организме 2 литра, и эти 2 литра участвуют в процессах переваривания всей той пищи, которую мы едим. Но кислотность сока поджелудочной железы, оно слабо щелочное. Вспомните, у желудка ниже 3, до 1, до 1, это очень сильная кислота, здесь слабая щелочь, то есть секрет представляет из себя слабую щелочь. Мы уже ответили на этот вопрос, это связано с тем, что ферменты, которые выделяются в составе панкреатического сока, они это главные ферменты, благодаря которому происходит процесс сублимации пищи, то есть трансформации до ее конечных компонентов, до аминокислот, до глюкозы, до жирных кислот, но это все возможно только при этом состоянии. И если пачака пита огонь пищеварения очень высокий, да, тикшна огни его называют, процесс пищеварения будет очень изменен на уровне 12-ти перстной кишки, полноценного расщепления здесь не будет происходить, в том числе это возникает при хронических панкреатитах. Запомните формулу, одна стопка водки это примерно несколько сотен убитых панкреоцитов, панкреоцит это клетка поджелудочной железы, которая выделяет его секрет. 100% поэтому главная причина хронических панкреатитов это злоупотребление спиртным и большинство людей за исключением генетических причин мы это убираем в отдельную стопку 95% причины связано именно с злоупотреблением алкоголя. В этом условии просто убиваются, повреждаются клетки и это приводит к тому, что полноценный процесс пищеварения здесь не происходит. Что за процесс пищеварения здесь должен происходить? Чтобы его оценить мы должны понять а какие ферменты поджелудочная железа панкреас выделяет. Посмотрим. Мы видим, что есть группа ферментов обозначенная цифра 1 на этом слайде которые можно обобщить до ферментов влияющих на переваривание белков. То есть вся вот эта группа пометясь это ферменты которые влияют на процесс переваривания белков. Вторая группа вот они перечислены это ферменты которые влияют на процесс переваривания сложных углеводов. И третья группа это ферменты которые влияют на процесс переваривания жиров. То есть, если на уровне желудка выделялись преимущественно только ферменты, влияющие на начальные этапы подготовки сложных молекул белка к последующему перевариванию в тонком кишечнике, то на уровне тонкого кишечника, 12-перстной кишки, профиль секретируемых ферментов со стороны поджелудочной железы таков, что эти ферменты фактически способны переваривать все компоненты, которые поступают с пищей. И белки, и жиры, и углеводы. Вот этот слайд отчасти дублирует, может быть расширяет некоторые моменты. Посмотрите, ферменты, которые расщепляют белки, называются протолитические ферменты. Лизис – это расщепление, протолос – это белок, то есть расщепление белков. Протолитический фермент. И эти белки подобны на ножницы, то есть они подходят к молекуле белка, и как ножницы начинают отрезать эти ферменты, как ножницы начинают отрезать маленькие кусочки, то есть отдельные аминокислоты, либо несколько аминокислот, там Ди, три пуптиды, которые затем легко уже всасываются в более дистальных сегментах тонкого кишечника. Но активация этих белков, она происходит только исключительно в полости тонкого кишечника. Потому что 1 грамм трепсина – самый главный фермент, который расщепляет белки. Вот 1 грамм трепсина, если его добавить в воду, налитую в ванну, и туда поместить какой-нибудь биологический объект, он его может растворить полностью. Представляете, какой силы фермент мы носим внутри поджелудочной железы. Поэтому если происходит его активация внутри тела поджелудочной железы, а это как раз патогенез панкреатитов, когда идет повреждение алкоголем клетки поджелудочной железы, и возникает состояние, которое называют аутолиз, то есть собственное переваривание ткани поджелудочной железы. Возникают эти, ну, пожалуй, на первое место, если дифференцировать болевой синдром, то именно панкреатическая боль – это одна из самых сильных болей, которые может человек, в принципе, испытывать. Так вот, в норме наш организм предупреждает это состояние. И ферменты поджелудочной железы, они выбрасываются в толстую, вернее, в 12-перстную кишку, до аденом, в виде проэнзимов, неактивных ферментов. И на уровне 12-перстной кишки выделяется дополнительный фермент, он ассоциирован с мембраной, слизистой 12-перстной кишки. Этот фермент называется энтерокиназа, который фактически из неактивного трепсиногена превращает его в активный трепсин. Вот так происходит процесс активации ферментов, участвующих в белковом обмене. Белковый обмен – это часть огня пищеварения, которая контролирует пачака питта. Теперь липолитические ферменты. Липос – жир. Литический – значит расщепление жира. Это ферменты, которые расщепляют жиры, поступающие с пищей, до их конечных составляющих. Это жирные кислоты в первую очередь и триглицериды. И главными участниками в этом процессе, в жировом обмене уже, являются панкреатическая липаза. Это, пожалуй, самый главный фермент. И она способна расщеплять эффективно жиры только после процесса, который мы разберем чуть ниже. Он называется эмульгирование жиров. И этот процесс непосредственно связан с другим секретом – с желчью. Что касается других ферментов, мы говорим о гликолитических ферментах, расщепляющих полисахариды, до глюкозы, моносахаров другого вида, которые затем непосредственно всасываются в кровь. Именно поэтому 12-перстную кишку называют, помимо гипофиса, желудочно-кишечного тракта, еще химическим реактором нашего организма, потому что на уровне этого отдела происходит фактически трансформация материи из более сложного ее состояния пищи до более простого нутриентов, из которых состоит эта пища, с тем, чтобы в последующем их ассимилировать в других отделах тонкого кишечника. Так, давайте несколько слайдов пролистаем. Я думаю, слишком много я академических моментов вам даю, это может немножко утомить, ближе к аюрведе, к аюрведическим сопряжениям и связям. Итак, договорились, что модуль субдоши вы всегда смотрите в сопоставлении с меридианами, с тем, чтобы понять за счет этого сопряжения более точную локализацию и патогенез процесса. Так вот, чуть выше мы разбирали сопряжение между почакой и третьим каналом, каналом желудка. А вот если нарушение почака 5 связано с четвертым каналом, кстати, вот здесь немножко отвлекусь и скажу вам о следующем. В иерудической традиции, в пульсовой диагностике, при оценке вовлечения субдоши процесса патогенеза происходит таким же образом. То есть сначала на третьем уровне мы оцениваем дисбаланс субдоши, а затем с помощью пальпации пульса органов мы смотрим, какой орган сопряжен с изменением в этой доше. То есть логика такая же абсолютно. Но в иерудической традиции система бинара, то есть 1-0, 1, то есть субдоши вовлечена в патологический процесс, 0 не вовлечена. То есть если мы за счет стереогнозиса пространственного развлечения ощущаем пульсовой толчок в том или ином участке пальца, значит данная субдоши вовлечена. Не ощущаем, не вовлечена. В нашей же программе, если вы посмотрите на скриншот, если у вас параллельно открыта программа, модуль субдоши, посмотрите, у нас есть три нормативных отрезка. Зеленый, 1-4, который говорит о том, что субдоши находится в нормальном равновесном состоянии. Все, что выше 4, это избыток, а все, что ниже единицы, это недостаток. То есть получается, мы выделяем три состояния. Еще раз повторю, в оверведе есть толчок, значит вовлечена, либо нет толчка, значит не вовлечена. У нас получается как бы три состояния. Чтобы не быть голословным и чтобы это не было искусственным, мы говорим следующим образом, что если субдоша вышла из равновесия в сторону напряжения, выше 4 баллов, это фактически состояние эквивалентное ощущению пульсового толчка в пальце. Но вот как ощутить отсутствие пульсового толчка? Со сниженным механизмом регуляции субдоши. Поэтому мы ввели вот этот диапазон 0,1, который по большому счету в бинарной системе можно включить в нормативный диапазон. Но с точки зрения физиологии он просто напрашивается, потому что физиологическая функция может быть как в варианте гиперфункции, так и в варианте гипофункции. И если мы будем смотреть только системой бинара плюс-минус, есть либо нет толчок, то нам сложно дифференцировать этот толчок связан с гипер- либо с гипофункцией. В случае верификации в диапазоне 0,1 нам эти данные подсказывают, что данная субдоша может как раз быть связана с недостаточной силой процесса регуляции. Итак, если почака пита ассоциирована с изменениями в четвертом канале, вспоминаем четвертый канал, это канал селезенки и поджелудочной железы. Но в данном контексте, если мы смотрим почака и четвертый канал, мы берем именно ту часть, которая связана с поджелудочной железой, потому что и четвертый канал, мы будем брать уже не поджелудочную железу. Селезенку и ее расстройства ассоциированы с анжакой питы. Есть маленький нюанс. Итак, высокая почака и напряжение в четвертом канале нужно подумать о наличии тенденции связанной с панкреатитом. Окончание «ит» означает воспаление. Низкая почака и снижение может говорить о недостаточности секреции, которая может быть следующим этапом после панкреатита. Когда острое состояние происходит, у человека может все завалиться в минусы. То есть недостаточная секреция. Ну, и я повторяю, может быть разное сочетание. По большому счету оно пляшет от этих двух полярных основных точек. Физиологический эквивалент почака и питы на уровне 12-перстной кишки и связанной с поджелудочной железой мы выделяем регулирующий компонент с двумя гормонами секретин или цистоконин который регулирует процесс выделения секрета поджелудочной железы и эфферентный компонент с ферментами панкреатического сока, о котором сказали. Это тот огонь, который непосредственно переваривает пищу. Идем дальше. И мы сказали, что помимо желудочного секрета, секрета поджелудочной железы, почака пита связана еще с одним уникальным секретом, который, кстати, имеет колоссальную ценность, особенно, например, в китайской медицине, потому что там литр желчи, полученной от животного, ценится очень большими деньгами, потому что оказывается очень мощный эффект входит в состав многих препаратов и так далее. И люди, у которых есть проблемы с желчью, на сегодняшний момент они часто принимают заместительную терапию. В состав этих таблеток часто входит желчь крупнорогатого скота. Чуть ниже мы поймем, но как бы так называют крупнорогатый скот, на самом деле, конечно, это общепринятое название дискредитирует тот процесс, посредством которого желчь образуется. и люди, к сожалению, пока не научились как можно другим способом это все регулировать. Кстати, в этом отношении Аюрведа она позволяет у коров использовать нежелчье молоко и добиваться больших результатов лечения многих заболеваний, не убивая чужую жизнь. Так вот, если говорим о желче, то одним из главных эндокринных механизмов регуляции желчи ассоциирован с подчакой питы будет гормон, который называется холецистокинин. Здесь красная стрелка как раз показана. Он начинает выделяться клетками при проникновении в 12-перстную кишку химуса. Химус это уже не пищевой комок. Пищевой комок это комок, когда он обернут слизью желудка. Но если достать его, он будет еще похож на пищу, которую мы проглотили. А химус это уже кашица, которая возникает при пропитывании соками пищевого комка и растворении его до каких-то состояний. Так вот, влияние химуса на рецепторы 12-перстной кишки стимулирует выброс холецистокинина, который является мощным стимулятором выброса в 12-перстную кишку желчи. Зачем? Зачем необходимо выбрасывать в процесс пищеварения желчи? На этом слайде тоже как раз этот процесс показан. В том числе, помимо эндокринного механизма регуляции желчевыделения, большую роль играет тот же блуждающий нерв, который играл важную роль в процессах стимуляции секреции желудочного сока. И пузырная желчь затем выделяется в протоке и выделяется практически в полозе 12-перстной кишки. Чтобы понять роль желчи, как она связана с почакопитой и почему мы об этом говорим, конечно, нужно посмотреть на состав. И желчь это не только секрет, то, что секретируется, но и это экскрет, то есть в состав компонентов желчи в том числе входят продукты выделения, которые организм через печень в результате детоксикации выводит из нашего организма. Например, это могут быть продукты деградации определенных лекарственных препаратов, метаболиты лекарств, или продукты деградации гема, связанные с билирубином. Самый главный компонент желчи это желчные кислоты, потому что с точки зрения процесса пищеварения жиров, именно они будут играть ведущую роль подготавливающие жиры к последующему воздействию панкреатической липазы, расщепляющие жиры. Процесс синтеза желчных кислот очень сложный, он показан на этом слайде. Дело в том, что процесс образования желчных кислот, он идет только в печени, очень сложен и очень энергозатратен. То есть гепатоциты клетки печени очень много энергии тратят на их образование. Поэтому в организме существует так называемая рециркуляция желчных кислот, то есть когда они в протоке попадают в тонкий кишечник, оказывают свой эффект, затем организм боится их потерять и 95% желчных кислот назад всасывается, возникает печеночно-кишечная рециркуляция, снова попадает в печень и уже в неизменном виде секретируется и только 5% синтезируется ДНОВА. Это показывает важную роль желчных кислот в процессе пищеварения, в том, чтобы организм их не терял. Если говорить о функции желчи, с точки зрения пищеварения, на первое место мы, конечно, поставим процесс эмульгирования жиров. Вот посмотрите, пачака-пита, да, огонь пищеварения, но сколько процессов мы с вами уже затронули. Согласитесь, да, сложно. Какой холизм, холистический взгляд на процесс идет, но дальше нужно дифференцировать. Хорошо, меридианы нам помогают это дифференцировать. Но в целом, когда мы говорим о пачака-пита, с физиологической точки зрения, мы должны понимать множественность этих процессов пищеварения. Эмульгирование жиров это сложный процесс, который заключается в образовании мицеллы. Мицеллы это такое солнышко, вот оно на следующем слайде видно, то есть, когда капля жира окружается жирными кислотами и в этот момент жир, он ведь нерастворим, то есть, если масло плавает в воде, капелька масла не растворяется в воде. Но в тот момент, когда желчные кислоты попадают в 12-перстную кишку, куда выделяется водный секрет ферментов поджелудочной железы, за счет создания мицеллы, жир, это уникально, он становится водорастворимым. И процесс эмульгирования жиров, классический пример эмульгирования жиров, это молоко. Ведь молоко это жир, растворенный в воде. Именно за счет того, что эти жиры эмульгированы. Так же происходит и в тонком кишечнике. Но зачем нужен этот процесс? Дело в том, что за счет процесса эмульгирования жир способен с помощью процесса эмульгирования большая капля жира она начинает расщепляться на более мелкие капельки. И к более мелким капелькам подходит фермент липаза и начинает этот жир расщеплять на составные части. Вот если процессы эмульгирования не происходят, возникает сложная проблема, связанная с нарушением жирового обмена, с нарушением переваривания жиров. Множественная симптоматика этому сопутствует, но с точки зрения причины факт лежит именно в этом. И именно поэтому люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, желчеобразованием, они употребляют желчные кислоты искусственно в составе определенных фарм-препаратов с тем, чтобы поддерживать этот процесс. Это заместительная терапия фактически получается. Если возвращаться к функциям желчи, то они многогранны и помимо этого желчь обладает очень мощным бактерицидным действием на гнилостную флору, не способствуя процессам брожения, развития патогенной флоры, которая постоянно может присутствовать в нашем кишечнике и попадает туда вместе с пищевым комком. Процесс регуляции желчеобразования идет непрерывно. То есть печень и днем, и ночью, и летом, и зимой, и на Луне, и на Земле постоянно вырабатывает желчь. Это процесс непрерывный. Но желчевыделение происходит только во время пищеварения. потому что акт еды и поступление пищи в 12-перстную кишку является тем самым адекватным стимулом, самым мощным, одним из самых мощных, который фактически способствует выбросу желчи и желчных протоков и желчных пузыря, где постоянно образуемая желчь депонируется. И если она имеет неправильный коллоидный состав, это может способствует тому, что коллоид выпадает в осадок и депонированная желчь является матрицей для образования песка и желчных камней. Самым главным стимулятором желчевыделения являются желчные кислоты. Именно поэтому они входят в состав таблеток. Человек поел, чувствует тяжесть, таблеточку выпил, желчи выделилась, вроде все прошло, все нормально. Холецист и кенинг по силе уступает желчным кислотам, но тоже является сильным. И третичные стимуляторы желчевыделения это те продукты, которые мы с вами едим, либо, например, сульфат магния, если мы проводим тюбаж печени, для того, смотрим на сочетание пачака-пита, субдоша, меридианы. Если мы видим, что тот компонент пачака-питы, который связан с перевариванием именно на уровне выделения желчи страдает, то пачака-пита будет ассоциироваться с 11 каналом, канал, который связан с желчным пузырем, либо, может, с 12 каналом, но в большей степени именно с процессами желчевыделения. Такая ассоциация всегда указывает нам на процесс нарушения секреции желчи. И если пачака высокая, есть напряжение в 11 канале, нужно исключать в дифференциальной диагностике наличие холециститных дел, то есть воспаление стенки протоков холонгит и желчного пузыря холецистит. Снижение же пачаки и снижение энергетики в канале 11 связан с желчным пузырем согласно традиционной китайской медицины. А здесь вы видите мы китайскую медицину с айрведой сопрягаем, отражает состояние дискинезии, то есть нарушение моторики желчевыделения и тоже само по себе сложное состояние, которое болевым синдромом сопровождается, нарушением пищеварения и так далее. Вот все, о чем мы сейчас раньше говорили, имело отношение к процессу пищеварения и процессу регуляции пищеварения. Но почака пита в том числе связана и с процессами всасывания полученных продуктов, то есть аминокислот, жирных кислот и сахаров. Поэтому последующие три слайда как раз и показывают этот процесс, но не будем на нем подробно уже останавливаться, нам нужно еще остальные субдоши разобрать. Мы видим, что гидролиз углеводов начинается в ротовой полости, там есть амилаза слюны, и поэтому очень важно пищу, особенно углеводистую, макароны, хлеб, очень долго жевать, потому что сложные углеводы подготавливаются к последующему пищеварению в тонком кишечнике и 12-перстной кишке. На уровне пищевода и желудка ничего не происходит с сложными углеводами, только на уровне тонкого кишечника за счет панкреатической амилазы идет процесс расщепления и затем на уровне дистальных сегментов тонкого кишечника идет процесс всасывания разными путями сахаров и они попадают в кровоток. Что касается процесса гидролиза белков и образования аминокислот, гидролиз это расщепление белков, гидролиз вам известное название из химии, фактически процесс идентичный с точки зрения химии, то в ротовой полости ничего не происходит, первичный гидролиз возникает на уровне желудка, где подготавливаются сложные полипептидные цепочки, к последующему уже полному их перевариваю на уровне тонкого кишечника и затем в тонком кишечнике сложные процессы всасывания аминокислот происходят и они попадают в кровоток и что касается процесса расщепления жиров, то элементы расщепления жиров могут идти с помощью лингвальной липазы у детей есть липаза на уровне желудочного сока, но буквально только на этапе грудного вскармливания и затем липаза панкреатическая она уже завершает этот процесс и процесс судьбы жирных кислот он очень сложный в отличие клюкозы и аминокислот в клетках кишечника идет ресинтез своих собственных жиров которые превращаются в сложные частицы их называют хиломикроны и затем они поступают не в кровоток а больше в лимфатический ток и из лимфы уже поступают в общий кровоток пача капита это не только огонь пищеварения который щепляет но в том числе пача капита участвуют в процессах контроля всасывания эффективности всасывания этих веществ мы это осветили и нарушение процесса всасывания если мы выделяем этот компонент в деятельности пачака в кавычках так можно выразиться мы смотрим если видим что пачака капита ассоциирована с шестым каналом то есть канал тонкого кишечника можно предполагать что есть какие-то энтеритные процессы которые так или иначе могут говорить о нарушении процесса всасывания особенно вот такое сочетание например у детей может косвенно указывать на наличие лимблиоза у взрослых людей на наличие паразитарных определенных состояний но в целом это не патагномонично не специфично но говорит именно о определенных процессах нарушения всасывания нутриентов на уровне тонкого кишечника подытожим с пачака капитой так снижение индекса пачака капитой на уровне вкладки субдоши это изменение профиля и количество секретированных ферментов в составе пищеварительных секретов и это недостаточный контроль со стороны гастроинтестинальной эндокринной системы над процессом пищеварения в то же время повышение индекса пачака капитой напротив связано с напряжением гормональных механизмов процесса пищеварения отчасти а может быть даже в большей части это связано с психосоматическим сопряжением и здесь надо искать этот психосоматический триггер есть есть очень интересная методика поиска если хотите сейчас в двух словах ее расскажу у нас есть методика биоуправления или управляемой медитации так вот парадоксально но факт когда человек биоуправляет он снимает эти сознательные блоки и из бессознательного начинают вырываться определенные события которые раньше в жизни привели к психотравмирующим ситуациям так вот если в этот момент попытаться сказать сфокусируйтесь например у него язва желудка на вот тех ощущениях которые вам язва дает и попытайтесь как бы снять эти ощущения и вот если у человека за счет дыхательной практики вот это созерцательное погружение с исключением всех остальных стимулах получается возникает определенный инсайт его в голове он вдруг начинает вспоминать вот те психотравмирующие события которые с ним происходили попробуйте это очень интересная методика которая позволяет вам покопаться в голове человека и помочь ему разобраться сделать правильные расстановки теперь давайте обратимся к мэтрам доктор вассант лад по поводу пачака питы говорит о том что это нарушение процессов переваривания пищи и все но посмотрите два часа я уже об этом говорю и какие сложные процессы мы с вами затронули если просто как бы я вам сейчас сказал пачака это нарушение процессов переваривания пищи это верхушка айсберга тех сложных подводных процессов которые мы с вами затронули а также нарушение всасывания и усвоения продуктов гидролиза который возникает при расщеплении пищи что говорит Атрея Смит он говорит дисфункция пачака питы всегда связана с нарушением пищеварения она связана с язвообразованием высоким огнем пищеварения гиперацидностью с нарушением всасывания и обратите внимание он отмечает что с нарушением термогенеза огонь пищеварения и нарушение термогенеза я не буду сейчас физиологическую увязку этого затрагивать просто очень интересный такой момент захотите боротьтесь с литературой возможно выстроите некоторые гипотезы и связи что мы делаем если мы видим что пачака пита и клинически и инструментально с помощью обследования на ведопульсе изменена общее правило которое мы используем это использование общее правило мы используем травы которые имеют преимущественно горькую и сладкий вкус то есть определенные сочетания соответственно гун и прохладную энергетику потому что пачака пита это огонь прохладная энергетика и вот есть травы которые усиливают пачаку пита мы их используем тогда когда это действительно необходимо и эти травы могут быть как раз элементом замещения продуктов животного происхождения бедных коров когда с желчью ферменты если хронический панкреатит потому что можно если конечно совсем не запущенный процесс стимулировать эти процессы за счет растительных субстанций в частности имбирь острые специи обратите внимание в скобках я указал специально если вы сейчас переписываете профиль ВПК имбирь пита плюс усиливает чили пита плюс чеснок пита плюс и так далее а что ослабляет если избыток таким вот уникальным растением которое не влияя на дисбаланс других дош и ослабляет пачака питу является гудучий но это аэролитическое лекарственное растение которое входит в состав многокомпонентных препаратов в чистом виде да и в виде препаратов его достать невозможно сертифицированных препаратов просто нет в России а вот амалаки посмотрите амалаки очень известное лекарственное растение входит в состав многих препаратов того же чем антраша допустим и амалаки и солодка очень неплохо успокаивают за счет своих сочетаний избыток пачака питы вот в частности ага да Дэвид Фроули дополнительно к этим лекарственным растениям он указывает на такой препарат как алтей если брать алтайские наши среднеевропейские травы вот эмблика лекарственная мы уже сказали это есть амалаки сок алоэ особенно если компонент идет в сторону язвообразования в желудке или в сторону гепатобилиарной системы та же солодка барбарис семена кориандра вы можете тоже использовать в качестве примера из всех указанных лекарственных препаратов я привел амалаки давайте попытаемся разобраться почему она успокаивает пачака питу для этого мы берем аюридическую конституцию и видим что она имеет охлаждающую энергетику вообще амалаки уникальное растение она имеет все вкусы кроме соленого наверняка вы об этом знаете поэтому она влияет на все доши три доши шамака то есть влияет на все три доши и если вы посмотрите на те болезни на которые в которых она эффективна в том числе есть и гастрит и калит гепатит и диабет то есть те заболевания которые так или иначе могут быть связаны с пищеварением и субдоша это данные от нашего уважаемого юридического коллеги признанного мэтра из Соединенных Штатов по субдошам на пачаку питу в большей степени англик лекарственное тоже действует ранжака пита начнем ранжака питу до перерыва ранжака пита это тоже важная субдоша которая наверное на втором месте стоит с точки зрения выведения пита доши из равновесия и если переводить с санскрита то ранжака пита это тот огонь который окрашивает очень интересное такое сравнение огонь который должен что-то красить и затем в некоторых интерпретациях метров указывается что ранжака пита придает розоватый цвет расе то есть плазме крови в первую очередь потому что мы проще всего оценить именно состояние по плазме крови давайте разбираться что же это за ранжака почему этот огонь красит как он окрашивает в розоватый цвет плазму крови ранжака пита по данным некоторых метров и ряда источников способствует процессу трансформации раса тхату в ракту интересно запомним этот момент дальше его проинтерпретируем согласно сушруте ранжака указывает что она находится в печени и в селезенке Дэвид Фроули также говорит о том что когда ранжака пита выходит из равновесия она в том числе располагается в крови ну в принципе понятно из печени и селезенки она попадает в кровь и ранжака пита окрашивает кровь желчь и кал пока ничего не понятно вроде есть какие-то процессы что-то кого-то окрашивает где-то локализуется пытаемся разобраться разобраться и смотрим на современные представления пытаясь провести параллель с физиологическими процессами и здесь я думаю мы найдем ответ что это за субдоши пита доши что это за подсистема регуляции связанной с пита доши и за что она ответственна вот с точки зрения современной физиологии если говорить о вышеперечисленных процессах то огонь ранжака питы ассоциируется с теми биохимическими процессами в нашем организме которые участвуют внимание подчеркните это себе в метаболизме гема это определенное вещество мы его чуть позже расшифруем и обмене железа метаболизм гема и обмен железа это уже кое-что проясняет а вот теперь ответ на вопрос с точки зрения образования ракты клеточных элементов крови из расы так вот если ранжака пита участвует в процессах метаболизма гема то она способствует процессам образования гемоглобина как составного элемента эритроцитов то бишь клеток крови видите древние знания я иногда разбираюсь во всех этих процессах сопряжениях просто удивляешься откуда древние могли это знать раса образует ракту и вот только спустя много-много тысячелетий мы говорим что гемоглобин как составная часть эритроцитов клеток крови уже на более физиологическом уровне мы это осмысляем и так поддержание уровня гемоглобина который необходим прановата то есть системы связанные с энергетикой нашего организма вспоминайте прошлую лекцию мы очень много внимания посвятили этой субдоши и вьяновата то есть системе которая ответственна за перенос кислорода благодаря гемоглобину в ткани чтобы обеспечить ткани энергии ну вроде как все становится на свои места но давайте разбираться метаболизм гема что же это за сложный процесс дело в том что гем вот посмотрите в среднюю часть рисунка это сложное вещество которое образуется благодаря взаимодействию железа с определенной белковой частью значит мы затрагиваем процесс обмена железа железо оно поступает примерно у женщин чуть побольше у мужчин чуть поменьше с пищей здесь цифры указаны можете посмотреть не столь суть они нам важны и дальше с помощью сложных процессов которые вот на втором рисунке представлены всасываются в первую очередь в тонком кишечнике попадает в кровь и с помощью белков переносчиков трехвалентного железа а железо у нас видите оно ассоциировано в трехвалентном состоянии распространяется и затем попадает в печень и в костный мозг и вот здесь в печени и в костном мозге синтезируется гем вспоминайте ранжака пита у нас где расположено в печени говорит сушрута но после того как гем синтезирован он попадает в костный мозг идет образование эритроцитов эритроциты живут 120 дней и затем они погибают в другом органе в селезенке обратно же вспоминаем сушруту он говорит ранжака пита расположена в селезенке и гем который образуется при распадении старых эритроцитов организм пытается сохранить потому что слишком ценное это вещество как мы выясним чуть позже он снова включается в рециркуляцию и с помощью этого гема образуются новые новые клеточки крови вот что такое метаболизм гема вот что такое ранжака пита которая следит за этим процессом что такое гем гем это определенное вещество которое связывается с ферментом и является кофактором то есть катализатором с помощью этого кофактора или катализатора фермент приобретает свою выраженную биологическую активность помимо ферментов могут быть и другие биологически активные вещества например гемоглобин эритроцитов или миоглобин мышц который связан с энерго обеспечением нашего организма гем входит в состав гемоглобина это вроде понятно но посмотрите гем он еще входит в состав фермента который называется цитохромы цитохромы это такие бойцы невидимого фронта которые расположены в печени и они обезвреживают все что нужно обезвредить иначе это повредит нашу внутреннюю среду и в этом участвует гем без этого цитохромы не работают или другие ферменты например каталазы или пероксидазы это ферменты которые участвуют в процессах воспаления и образования и в тканевом дыхании то есть в процессах образования энергии без этих ферментов без гема эти системы не работают есть некоторые виды паразитов которые связывают гем в результате этого резко уменьшают активность каталаз и пероксидаз и могут паразитировать в нашем организме потому что в этом случае каталазы не могут участвовать в процессе их разрушения очень интересно как связан гем эпитодоши как мы выяснили что гем синтезируется в печени и в костном мозге что он фактически состоит из двухвалентного железа внимание именно двухвалентного и белка который называется протопорфирин вот в составе этого белка есть компонент который чувствителен к свету его называют хромофорная часть белка дело в том что при некоторых состояниях когда идет нарушение ранжа капиты врачи эти состояния называют порфирией но это такая уже крайняя степень нарушения ранжа капиты потому что есть много промежуточных моментов ну например что-нибудь не то съели это попало в кровь это может изменить внутреннюю среду крови и разрушить некоторое количество эритроцитов гем выйдет в кровь да но у людей с конституцией метаболизм гема немного повышен и в результате этого продукты деградации гема они могут слегка накапливаться в тканях накапливаясь в тканях и содержа вот этот чувствительный к свету компонент они делают уникальное формируют уникальное качество свойственно людям спито-доши вспоминайте люди спито-доши не могут выносить прямые солнечные лучи с конституцией потому что они обладают повышенной светочувствительностью вот здесь все связывается в единый клубок очень интересно и кроме этого компоненты метаболизма гема циркулируя в крови могут действовать если конституционально они в более высоком слегка но в пределах нормы уровней они действуют на нервные центры головного спинного мозга но в большей степени головного приводя к тому что люди спито конституцией конституционально более раздражительные и вспыльчивые особенности их конституции но в то же время именно это качество делает их еще и проницательными чрезвычайно активными вот вам ранжака пита вот вам метаболизм гема вот вам классические признаки пита конституции которые легко наслаиваются на современные воззрения клинической физиологии какие расстройства ранжака питы так стоп меня останавливает давайте сделаем небольшой перерыв 5 минут перерыва 5 минут отдохните и продолжим лекции и сейчас мы говорим о ранжакопите так расстройство ранжакопите мы говорили связано с свойством огня окрашивать и вот смотрите при метаболизме гема происходит образование большого количества продуктов деградации билирубина который входит в состав предформах ген и он если его много начинает окрашивать естественно и мочу и кау и кожу и он же окрашивает непосредственно и расатхату то есть плазму крови при болезнях печени это приводит к известной к известному состоянию называется желтуха эктеричность в легкой степени которую легко можно проверить по эктеричности склер просто возьмите слегка оттяните века посмотрите на слизистую в норме она розовая бледно-розовая у человека с расстройством ранжакопиты она будет эктеричной то есть легкий такой желтый оттенок ну при выраженной желтути там прям желтизна поэтому расстройство ранжакопиты оно всегда связано с расстройствами печени в некоторых случаях с расстройствами селезенки что по этому поводу говорит вас сам клад он говорит если вы чувствуете в кульционном толчке вовлечении ранжакопиты то ищите слабость печени проблемы связанные с гепатитом но слабость печени это состояние после перенесенных каких-то острых проблем типа гепатиты во время желтухи когда могут быть в том числе рикошетом проблемы с печенью ищите слабость селезенки под слабостью селезенки понимается анемия анемия в том числе бывает в результате того что клетки селезенки макрофагальной природы избыточно начинают повреждать эритроциты эритроцитов становится мало возникает анемия и анемия буквально это снижение количества гемоглобина отсюда синдром хронической усталости который может возникать и ряд иммунопатологических состояний таких как мононуклеоз дальше сам вклад указывает что расстройства ранджакопит очень часто ассоциированы с гиперхолестериномией то есть высоким уровнем холестерина и определенным эквивалентом этого состояния которое врачи называют гипертриглицеридомия кроме того при нарушении ранджакопита очень часто могут запускаться эндокринные расстройства поскольку печень вовлечена в механизм метаболизма стероидов вот те ферменты которых мы говорили чуть выше в печени и нарушение печени рикошетом всегда отражается на стероидном обмене трейсмит указывает на то что ранджакопита связана с заболеванием печени в целом указываем конкретно гепатиты с заболеванием крови указываем на анемию и всегда говорит если вы чувствуете толчок посмотрите на эктеричный склер конечно это может быть начальный этап когда еще эктеричности нет но если она есть лишний раз вас утвердит в том что вы на правильном пути теперь давайте попробуем разграничить ранджакопиту и каналы сочетание ранджакопиты по вкладке тхату смотрим ракта усиленно и с каналом селезенки может указывать на анемию в данном случае мы не можем выяснить патогенез этой анемии потому что анемия разной причиной будет мы верифицируем лишь общее состояние дальше нужно разбираться это может быть и аутоиммунной причиной может быть и железодефицитной причиной и вследствие разных других процессов дальше пачака пита п плюс 12 канал печени смотрим на проблемы связанные с печенью и в первую очередь это могут быть различного рода токсические гепатозы при особенно в нашей популяции при злоупотреблении алкоголем сочетание ранжака питы и 11 канала холециститные явления сочетание ранжака питы и 3 канала канала желудка гипероцидность язва желудка и сочетание ранжака питы с 4 и с 6 то есть тонким кишечником в большей степени говорит о проблемах биоденитного плана и хронического панкреатита обязательно субдоши анализ проводим вместе с анализом пульса органов какие растения мы будем использовать согласно классическим подходом восстанавливающим ранжака питу это травы с горьким и сладким вкусом вообще посмотрите в целом по субдошам характерен такой подход да травы с горьким и сладким вкусом единственное что меняется профиль растений то есть те или иные растения в большей или меньшей степени которые обладают горькими сладкими вкусами одновременной прохладной энергетикой влияют на разные субдоши и вот к ним относятся куркума но в небольшом количестве без избытка прекрасный препарат особенно если есть наклонность в сторону анемии с вовлечением селезенки это манжишта особенно если есть рикошет по стероидным проблемам бринго радж очень взвешены бакхитаки но я бы хотел остановиться из всего вышеперечисленного на двух растениях это ним предпоследний и последний пхумиамалаки эти два лекарственных растения пожалуй в большей степени нам помогут в решении проблем связанных с ранжакопитой ну и манжишта может быть вот эти три препарата если мы берем аюрведическую фармакопею в данном случае в чистом виде лекарственные растения аюрведические Дэвид Фроули немножко расширяет нам список он говорит о том что есть ряд эквивалентов в том числе в западной фармакопее вы их здесь видите их тоже можно использовать в комплексных сочетаниях в монопрепаратах с тем чтобы усиливать лечебные воздействия при расстройстве хранжакопита и остановимся мы на двух растениях это харидра фактически это куркума почему она лечит обратите внимание у нее согревающая энергетика она является хорошим желчегонным средством но у людей с питой конституцией куркуму надо использовать с определенным акцентом то есть нельзя много в пищу ее добавлять в целом она неплохо будет помогать людям с расстройством хранжакопита который имеет капхавату конституцию потому что согревающая энергетика при такой конституции и при сочетании этой конституции ранжакопита вот это вариант выбора если у человека пита конституция и ранжакопита вышла то с куркумой надо быть осторожней и в этом случае мы можем рекомендовать второе лекарственное растение это пхумиамалаки который как раз имеет холодную энергетику и людям с питой конституции но просто прямо могут быть показаны если говорить об пхумиамалаки то те кто занимаются юридической практикой знают что это просто уникальнейшее растение которые все проблемы которые с печенью возникают она может излечить в разной степени конечно запущенности это может быть но особенно в начальных этапах когда есть возможность предвосхитить сложные проблемы иногда даже такие проблемы как вирусные гепатиты есть ряд исследований которые опубликованы и показывают что в клиническом течении вирусных гепатитах при использовании пхумиамалаки достигается стойкая ремиссия с снижением репликации этих вирусов ну а вирус гепатита С ласковый молчаливый убийца который неизбежно приводит к циррозу и опухоли печени и другие состояния здесь они перечислены так или иначе это гепатоспеномегалия и болезни связаны с нарушением функции крови аниме и кровоточивостью которые при этом могут быть повышенной кислотностью и даже угревая сыпь потому что продукты деградации гема вкладываясь в коже могут способствовать нарушению дисбиоза кожного и способствовать развитию определенных кожных заболеваний следующее субдоши броджака пита это третья у нас субдоша по счету и буквально она если ее переводить это огонь который способствует сиянию сверканию и этот огонь связывают с цветом кожи с ее лучистостью считается что при расстройстве броджака пита проявляются кожные заболевания очень часто метаболические изменения когда те или иные дефекты типа пятен бетилигот и так далее возникает но в том числе броджака пита связана за усвоение огня тепла который поступает изне через кожу очень интересный давайте попытаемся с этим разобраться с физиологической точки зрения и поскольку речь идет о коже и мы уже сказали что продукты деградации гемобилиурбина и метаболизм порфирина в целом могут затрагивать и метаболизм в коже то броджака пита и раджака пита на этом уровне очень сильно сочетаются за тем исключением что раджака пита в большей степени связана с внутренними проблемами этого состояния а раджака пита больше с внешними проблемами которые отражаются на коже с физиологической точки зрения можно выделить три направления которые могут отражать регуляционную потенцию раджака питы это система которая контролируется гормоном мелатонином и его пигментом меланином это иммунная система кожи есть такая очень интересная система о ней мы сейчас поговорим и особенности микроциркуляции кожи у людей с питой конституции в целом и с устройством броджака питы в частности мелатонин мелатонин вещество которое продуцируется меланцитами под действием гормона соответствующего и придает коже более темный цвет в выраженной степени если это происходит возникает родинки то что мы называем но когда это диффузно по всей коже то кожа может приобретать определенную такую степень оттенка загар дело в том что мелатонин это уникальное вещество которое среди биологических молекул пожалуй является одним из самых мощных ловушек свободных радикалов которые могут образовываться в том числе в результате процесса обмена веществ в коже и вследствие этого препятствует старению кожи так вот у людей с питок конституции это вещество образуется в меньшей степени и именно люди с питок конституции обладают повышенной в том числе чувствительностью к световым воздействиям к свету иммунная система кожи в первую очередь ассоциируется с уникальными клетками которые называются клетки лангенгарса это древовидные клетки иммунной системы которые являются своеобразной профессурой то есть такие профессора которые знают с каким с какой бактерией гриппом или вирусом который может быть на коже можно бороться необходимо бороться клеткам иммунной системы и на нашей коже постоянно есть микробный налет определенный биоциноз и на ней паразитируют ну в хорошем смысле этого слова потому что они нам тоже дают определенную пользу формируют дополнительный защитный покров от патогенных микробов особенно от грибков плесени и так далее и мы с этими бактериями договариваемся о взаимном сотрудничестве так вот если броджака пита выходит из равновесия вот это сотрудничество нарушается и вследствие этого возникает воспалительная реакция которая очень характерна для людей с питоконституцией с кожными заболеваниями из броджака пита в частности о чем говорит вас сам лад помимо воспалительных заболеваний кожи особенно таких как экзема дерматит псориаз акна крапивница и так далее при которых броджака пита является непосредственной основой развития этих процессов он говорит о таких процессах как аллопиция о таких процессах как витилиго с нарушением пигментации кожи и затрагивает на мой взгляд и на мой взгляд на взгляд стороннего человека такие несвязанные казалось бы процессы как например нарушение стереогнозиса то есть пространственного развлечения человек тактильно очень плохо воспринимает информацию проще посмотреть ее а тактильно он не может это различать и вследствие этого у него слабое тактильное ощущение трансформируется в эмоциональное восприятие и могут возникать элементы темновой депрессии за счет того что в процессах обмена меланина он в том числе участвует в обмене других нейромедиаторов которые формируют наш эмоциональный фон особенно при длительном пребывании в отсутствии солнечного света патрия смиту достаточно так скудно говорит об этом это все заболевания которые провождаются кожным зудом сюда фактически он все о чем мы выше сказали перечисляет потому что при отложении в коже обменов деградации билирубина первый симптом который еще может быть даже до того как окрашивание произойдет кожей слизистых это будет зуд человек вот прям чешется чешется но это не нервный зуд связанный с расстройством ваты доши а именно зуд связанный с метаболическими изменениями то есть нервный человек может выпить успокоительные он может провести сеанс психоанализа расслабления это проходит он может просто отвлечься и это проходит в данном случае он не пройдет он постоянно и он отмечает что связано с бледностью кожи почему мы уже с метаболизмом меланина с вами разобрались какие лекарственные растения будут влиять на бронжак эпитом мы видим обратно травы с горьким сладкими вкусами сюда добавляется еще вяжущий вкус с прохладной энергетикой это кровоочищающие которые будут хорошо влиять на восстановление обмена веществ и с легкими мочегонными свойствами потому что этот избыток продуктов деградации гема нужно выводить мы видим что к ним к этим лекарственным растениям относятся практически те же которые относились и к лечению ранжака пит это манжишта хорошо очищает кровь это ним амлок куркума сандал дэвид фроули дополнительно нам указывает на такие лекарственные растения как подорожник листья окопника алоэ крапива клевер одуванчик которые тоже могут обладать в западной фармакопии эффектами сходными с эффектами юридических препаратов чуть-чуть подробнее остановимся на ними классический аэрведический препарат есть на его основе монопрепарат в масляном экстракте в капсулах и в таблетках есть свое действие на браджакопиту и на питу в целом он оказывает благодаря ситовире то есть охлаждающей энергетике и считается что его прабхава то есть уникальное действие нима в том что он лечит все кожные болезни вопрос просто правильной дозировки биоритме его назначения может быть в сопутствующих лечениях замечательное растение если проблема с браджакопитой четвертая субдоша о которой мы поговорим это садхакопитта если буквально ее переводить этот термин переводить санскрита это огонь тот огонь который прилагает усилия для достижения цели нами как человеком для достижения цели интересный иносказательный перевод что же это может значить по источникам пытаясь расшифровать этот перевод мы видим что фактически это огонь разума который помогает нам достигать цели путем разделения что есть истина и что есть реальность источники говорят о том что садхакопитта располагается в области которая называется хридайя и ряд специалистов которые интерпретируют источники они говорят о мозге и сердце фактически если перевести на язык физиологии то садхакопитта это система нейромедиаторов на уровне головного мозга которые отвечают за процесс умственного переваривания то есть огонь он везде трансформирует материю в данном случае это материя более тонкого понятия которая связана с перевариванием или с усвоением идей и это способствует процессу развлечения то есть мы различаем что из истины есть реальность то есть это высшая нервная деятельность процессы высшей нервной деятельности если это процессы высшей нервной деятельности то некоторые авторы проводя параллели с физиологией связывают это с лимбической системой которая формирует наше фундаментальное эмоциональное поведение некоторые системы йоги в частности джинани йога она способствует развитию садхака питты через процесс развлечения и постижения умом реальности дисфункция садхака питты по васан плату связано с нарушением определенных процессов высшей нервной деятельности в первую очередь страдают мистические процессы когда мы вроде как бы простое дело но не можем разобраться то есть вот это понимание усвоение страдает теряется некоторая ясность восприятия возникает определенное состояние которое специалисты называют алекситимия когда человек не может выражать свои чувства эмоции с помощью проговаривания в мыслительном образе и в таких выраженных ситуациях дисфункция садхака питты приводит к тому что врачи называют большая психиатрия то есть это серьезные расстройства с нарушением ядра структуры личности с которой работает уже именно психиатры кроме того васан плату указывает на то что аутоиммунные иммунопатологические состояния милы энцефалиты вирусной природы медленно вирусной приемной природы они тоже могут вовлиять садхака питта в процесс дисбаланса и приводить к министическим нарушениям Атрея Смит он говорит о том что у человека возникает на первых этапах нервозность психическая неустойчивость так называемый жар в голове да с расстройством чувств который проявляется раздражительностью дневливостью безлишней безрассудностью бессонницей то есть состояниями характерными в принципе для высокой питы в целом и идет затуманивание ума нарушение ясности ума человек больше погружается в состояние раджаса из сатвического состояния поглощается текущими событиями и увлекается в круговорот жизненных расстоятельств есть определенный опыт сочетания при наблюдении некоторых пациентов между субдоши анализом и меридианами в частности вот сочетание сатха капит ее дисбаланса с пятым каналом каналом сердца очень часто сопряжено с наличием аритмии интересное сочетание и мы это видим а сатха капит плюс в принципе любой другой меридиан может дать косвенное указание на наличие психосоматического расстройства в этом органе то есть когда психотравмирующие события соматизируются за счет вегетативной регуляции функции этого органа давая вам возможность дополнительно провести анализ и попытаться на уровне психоанализа разобраться в этой ситуации какие лекарственные растения будут влиять на сатха капиту это средства также с горьким и сладким вкусом но в них должен быть выражен седативный эффект и вот среди этих лекарственных растений такие известные бренды как брами дальний родственник брами готу пола и джатаманси остановимся немножечко на джатаманси он он обладает охлаждающей энергетикой с точки зрения вегетокорректоров с точки зрения седативных растительных препаратов вот у людей с психосоматическими сопряжениями джатаманси это препарат выбора просто прекраснейший препарат особенно если его сочетать с брами но в чистом виде брами это очень редкое растение ну хотя бы с его аналогом готу кола ну просто это вот идеальный вариант готу кола улучшит кровоснабжение мозга все вот эти министические проблемы которые могут возникать джатаманси еще и повлияет на нейромедиаторный обмен который в целом даст очень хорошую проксидацию и последняя субдоша которую мы с вами разберем в рамках этой лекции это алачака питер пятый огонь пятая субдоша алачака буквально означает огонь который способствует двум абсолютно противоположным процессам смотрите отражать и воспринимать интересно то есть одновременно и что-то воспринимать и что-то отражать разбираясь чуть позже мы поймем что это огонь который связан с нашим зрительным восприятием поэтому источник говорят что это огонь который располагается в глазах и он управляет восприятием и усвоением света таким образом мы видим внешне проявленный мир с точки зрения физиологии функции алачаки алачака питы можно привязать к сетчатке глаза это уникальные клетки нашего организма которые могут воспринимать свет палочки колбочки и фактически за счет сложных биохимических процессов превращать кванты света в электромагнитный импульс из которых потом формируется язык нервной системы кодировка которая дальше по нервной системе по зрительному нерву идут в области мозга ассоциированные с построением системного образа это очень сложный психофизиологический процесс поэтому алачака пита так или иначе она может быть связана с расстройством построения образа на разном его этапе не только на уровне сетчатки аппарата глаза самые простые расстройства но в том числе связанные с расстройством зрения на уровне мозговых центров и грубые нарушения алачака питы всегда связаны с расстройством зрения как минимум миопия так далее а тонкие нарушения алачака питы связывают с тонким восприятием с искажением восприятия действительности особенно если человек находится не в сад вагоне и вот он воспринимает действительность под призмом раджаса либо тамоса васанплат указывает нам на то что при нарушениях алачака питы если вы диагностируете то в первую очередь исключаете проблему с сетчаткой глаза то есть это могут быть в первую очередь у пожилых людей с атрофическими изменениями такие состояния как катаракта глоукома световое восприятие воспалительные заболевания типа конъюнктивита блефорита включение которые в стекловидном теле могут быть в виде определенных точек которые видят люди это все нарушение алачака питы по отрея смиту нарушение алачака пита он сводит к нарушению зрения вообще и к частному заболеванию глаз которое может проходить без нарушения зрения например воспалительной теологии если говорить о лекарственных растениях то это травы с очищающими свойствами для глаз и головы и указываются три лекарственные формулы это черника это амла и это трипхала ну вот пожалуй все коллеги что я хотел вам рассказать давайте подытожим итак судоши пита доши это подсистема регуляции каждая из которых связана с огнем трансформирующим определенный уровень материи начиная от пищеварения заканчивая от умственного зрительного восприятия наиболее часто пита доши выводит из равновесия пачака пита в степени ранжака броджака пита когда есть определенная предиспозиция особенно наследственная поэтому при успокоении пита доши используются лекарственные растения с прохладной энергетикой сладкими горькими вкусами которые очень хорошо успокаивают в первую очередь пачака питу потому что все начальные расстройства питы доши они вот здесь могут быть и локализованы а дальше запускать все остальные процессы так теперь давайте посмотрим какие у вас вопросы возникли я попытаюсь сначала их посмотреть галина терешина пишет истощение третьем канале и высокая пачака что это мы уже говорили о том что берем две крайние точки это одновременно высокая пачака и меридиан одновременно низкая остальное сочетание это та мозаика сложной комбинаторики взаимодействия между гормонами и профилем ферментов которые в конечном итоге являются промежуточным каким-то вариантом между этими двумя крайними состояниями когда сильное напряжение и сильное истощение так Алена Елена Сухова пишет о методике поиска психосоматических сопряжений обратите внимание на скоро в приборе профессиональном появится модуль биоуправления сейчас он есть только в домашнем приборе если вы посмотрите на видопульс хом то есть прибор для ваших пациентов то там есть методика называется биологически обратная связь которая визуализирует эффективность расслабления мы на прошлой лекции очень подробно на ней остановились когда говорили о уданователе и способе ее регуляции так вот использование методики управляемой медитации благодаря нашей технологии позволяет вам вооружиться уникальным инструментом просто я вам личную практику даю и чтобы помочь человеку снять эти бессознательные блоки разобраться в тех скоплениях психотромирующей ситуации которые были накоплены нужно человеку либо погрузить гипноз фактически это получается определенный элемент субъективного гипноза когда на фоне глубокого релаксационно-дыхательного практики вы докапываетесь до некоторых первопричин этих психотромирующих ситуаций вот Нина Шевчук оставляет вам ссылочку на ваши отзывы о лекции мы очень в этих отзывах нуждаемся потому что это позволяет нам как более правильно составлять лекции с тем чтобы они в большей степени позволяли вам разобраться так и в целом для многих из наших людей которые еще только планируют с нами работать чтобы они ощутили ту глубину и те возможности которые вебинары для нас оставляют сведонотерапия что в себя включает Алена и Лена составляет значит классические в русской практике сведонотерапия это поход в баню когда человек себя при высокой температуре косточки прогревает в юридической практике если вы придете в медицинский центр например есть знаменитый центр в Москве центр юридической медицины йогатерапии который возглавляет на ушах Али Тача Парамбан который сейчас с нами будет участвовать в нескольких клинических исследованиях и вам пропишут сведонотерапию изолирована она тоже может быть назначена особенно у людей с суставной патологией фактически на сегодняшний момент она трансформировалась в вариант когда пар под температурой подается на определенные мармы либо эти мармы предварительно определенным составом обрабатываются и таким образом идет воздействие если говорить о процедуре Панча Карми то сведонотерапия она связана с прогреванием при предварительном промасливании с тем чтобы оказать наиболее существенный эффект Светлана Лавровна спасибо спасибо за комментарии друзья Игорь побежал гасить огни Игорь любит шутить друзья большое вам спасибо значит из нескольких анонсов в мае у нас будет лекция заканчивающая трилогия по капха субдошам я постараюсь остановиться на физиологической интерпретации этих параметров с тем чтобы вам было более понятны эти абстрактные столбики которые в ведопульсе изменяются 30 апреля проба пера с точки зрения связать то что связать практически невозможно потому что многие уже пытались но вот эта информация по связи 9 конституциональных типов китайской медицины и 9 конституциональных типов юридической медицины нигде ее нет даже в мировой литературе для тех кто глубоко занимается медициной это будет просто уникальная лекция приглашаю послушайте благодарю вас до встречи в эфире не забудьте оставить ваши отзывы мы в них нуждаемся до свидания